Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 13 главу. Вот все это видела око мое, слышала охо мое и заметила для себя. Сколько знаете вы, знаю я. Не ниже я вас, но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. А вы сплетчики, лжи, все вы бесполезные врачи. Ой, если бы вы только молчали, это было бы мнено вам в мудрость. Эти пять стихов Иов отвечает своим друзьям. Мы помним, что его обличал Сафар, Немоитянин. В 12 главе он дает ему ответ, в 13 главе этот ответ продолжается. Иов отвечает на критику своих друзей, говорит о том, что, в общем-то, все, о чем вы говорите, и я это знаю. Сколько вы знаете, знаю я. Не ниже я вас. Но, говорит Вседержителю, хотел бы состязаться с Богом. Что означают эти слова «состязаться с Богом»? Мы помним, что когда-то и Иаков боролся с Богом. То есть борьба с Богом в книге «Бытия» боролся с ангелом. Борьба с Богом — это всегда такое настойчивое просьба или настойчивое стремление к Богу. Не пассивное, не теплохладное, как сказано, горе тебе, что ты не холодный, не горячий, а теплый. А действительно такое состояние ревностного, ревностной молитвы. Поэтому Иов так и говорит. А вы, говорит уже, отвечает своим друзьям, вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. Вот это удивительное выражение «бесполезные врачи». По этому поводу пишет один из древних экзегетов, Дидим Слепец. Он говорит так, неправедный врач — это тот, кто, попросту говоря, предписывает страждущим такие средства, которые не оказывают пользы. Действительно, это может происходить по двум причинам, продолжает. Или от неопытности врача, или от злого умысла. Эти друзья, которых обличал Иов, говорили ему, ты страдаешь за грехи, скорее по невежеству, чем по зловредности. Они думали привести слова утешения, но на самом деле, продолжает этот древний экзегет, на самом деле были негодными из-за неведения настоящей причины. А слова «все выцелители злых» он говорит, видимо, против тех, которые много мнят о себе, будто они способны исправить трудные обстоятельства, в которые попали другие. Ну, это по нашей хорошей русской пословице «чужую беду руками разведу, а со своей не знаю, что делать». Поэтому здесь действительно часто были такие люди, есть такие люди, и были, и есть, которые, в общем-то, готовы только давать советы, но на самом деле сами неопытные в отношении того, как исправить человека. Ну, и вообще, в словах друзей Сафара, в частности, которым отвечает сейчас Иов, видно, что здесь не желание действительно помочь человеку, а просто выявить его болезнь. Ну, выявить его болезнь — это еще не значит помочь человеку вылечиться. Поэтому Иов так и говорит, что здесь упрек, это все равно, что в их словах звучит упрек, это все равно, что человек заболел, мы будем ему говорить о том, какой ты плохой, зачем ты болеешь, будем его бить, всячески уничижать. Человек такой нуждается в сострадании, чего не видно в словах друзей. И далее мы видим, что Иов продолжает 6 стиха. То есть, этими словами Иов как бы говорит, что вы злословите Бога, то, что происходит со мной, вы этого не до конца понимаете и впадаете в заблуждение. Поэтому в послании к римлянам есть такие слова, апостол Павел пишет, и не делать ли нам зло, чтобы вышло добро. То есть, Иов говорит, я не готов выслушать от вас то, о чем вы говорите мне и в чем вы меня обвиняете. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам, как бы созвучно этим стихам, пишет римлянам 3.8, и не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас. И говорят, будто мы так учим, учим праведный суд на таковых. Есть еще другой интереснейший текст, римлянам 5.20. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. О чем эти слова? Эти слова говорят о том, что Бог нас милует не по нашим делам, а по своей любви. Что значит, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать? Не означает ли это то, что чем больше мы делаем грехов, тем больше нам будет благодать? Нет, конечно. Это означает, что Бог с нами поступает не по своей справедливости. То есть, если ты что-то сделал не так, как советуют друзья и говорят Ио, то сразу получи подзатыльник. Нет, если бы мы получали все за свои грехи, все, что по справедливости, чисто человеческое и законческое за свои грехи, ну человек уже бы и не жил на земле. Поэтому Бог нас милует. И в этом смысле, где грех, там преизобилует благодать. То есть, Бог старается покрыть наши грехи своей милостью и исправляет нас по своей примудрости. Мы видим, что на самом деле по этому поводу еще интересно говорит праведный Иоанн Кронштадтский. Цитата. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». То есть, закон был дан для того, чтобы люди могли видеть свой грех. Закон – это как некий ориентир, чтобы человеку было понятно, что хорошо, что плохо. Чтобы человеку можно было ориентироваться, как, что ему делать, что нет, и как ему поступать в этой жизни. Блаженный Августин пишет по этому поводу. «Закон пришел, цитата, после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». То есть, преступление умножилось, потому что люди сознательно стали приступать к закону. А это есть противление Богу. Итак, 13 глава, 11-12 стих. «Неужели величие его не устрашит вас, и страх его не нападет на вас, напоминание ваше подобно пеплу, оплоты ваши, оплоты глиняные». Иов как бы напоминает своим друзьям, что Бог, Он всеведущий, всемогущий, всезнающий. И не только поступает по тому шаблону, как думает Сафар, что если ты что-то сделал не так, то должен быть наказан. Но Иов говорит своим друзьям, что Бог, если и наказывает человека, то ради того, чтобы его исправить. Поэтому в его словах и звучит это напоминание. Он говорит, напоминаю вам, что неужели его величие вас не устрашит. То есть Бог всезнающий, всеведущий, всемогущий, знает о человеке. Ипполит Римский пишет по этому поводу следующее. «Праведный суд твой. И справедливость этих слов, цитата, навлечет воздаяние на тех, деяния которых были благи, справедливо представив вечное наслаждение. А тем, кто любил злое, определил вечное наказание. И у этих последних прибудет неугасимый и нескончаемый огонь, вечный червень, умирающий, неразрешающий тело, извергающий с несколькими страданиями». То есть здесь священномученик Ипполит Римский говорит о том, что Бог справедлив, милостив, но Бог — это и любовь, но Бог — он и милующий, и наказывающий. И вот Иов и его слова, «Неужели величие его не устрашит вас?» Справедливости Божией он видит не только, что Бог наказывает человека по его грехам, но и милует. Дальше, как и говорит Иов, «И страх его не нападет на вас». То есть о начало премудрости страх Господень, как говорит своим друзьям Исафару, что у вас этой премудрости нет. Почему? Потому что нет страха Божия. И далее, 13 глава, 15 стих. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться, я желал бы только отстоять пути мои пред лицем его». На эти слова преподобный Ефрем Сирин выражает такое удивление, вот как он пишет, цитата, «О, удивительный человек! Будучи обреченным на убиение, он восхваляет своего убийцу и смотрит на него. Иов твердо знал, что если он заберет его жизнь, то тот, кто есть Господь Авраама, ему же ее и вернет. Он верил, что Бог способен вернуть к жизни умерших». Конец цитаты. То есть, действительно, тут вера Иова, она отличается от веры его друзей, которые, в общем-то, верят с таким законническим мышлением за преступление и наказание, по-другому никак, никакой милости. И вот Ефрем Сирин, поражаясь Иову, говорит, что он восхваляет того, которое его уничижает. Но вспомним, что приводят здесь в пример Авраама, но вспомним и Спасителя, который был распят на кресте и который благословлял своих распинателей. Вспомним и мучеников, подражавших Христу, которые молились за врагов своих. И как поступали по заповеди Христовой, как говорит Господь об этом в Нагорной проповеди, в заповеди блаженства, такие слова, что «благословляйте проклинающих и поносящих вас, благословляйте, а не проклинайте». Иоанн Златоуст пишет, цитата, «Посмотрите, что я не говорю подобно вам, с иным помышлениям», как бы отвечает за Иова. «Я знаю, что перед ним не может быть никакого обмана». Иов верит Бога, Богу и в Бога, и прославляет Его. 13 глава, которую мы с вами рассматриваем, 17-19 стих. «Вы слушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух». То есть Иов как бы говорит, что «вот я близ суда». Другой перевод звучит так, извульгатые слова «вот я близ суда». Галимент Александрийский пишет об этом. И пишет, и говорит, имеет такой смысл. «Я готов претерпеть то, что присудит Бог. И уповая на его истину, дерзает думать, что окажусь праведен». Конец цитаты. То есть Иов не то чтобы желает оправдаться перед Богом, он желает показать свою правду своим друзьям. Для чего? Для того, чтобы явить через себя характер Божий. Что это значит? Это значит то, как апостол Павел пишет, «подражайте мне, как я Христу». То есть Иов видит заблуждение своих друзей, которые обвиняют его за якобы его какие-то преступления, которых он не совершал. И поэтому Иов здесь говорит, «вот я близ суда моего». То есть посмотрите, имеет такой смысл. «Я готов претерпеть то, что присудит Бог», пишет Климент Александрийский. «И уповая на его истину, дерзает думать, что окажусь праведен». Конец цитаты. 13 глава, 20-21 стих. Иов далее продолжает говорить своим, обращая их к своим друзьям. «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой, да не потрясет меня». Святитель Григорий Великий пишет здесь, он говорит, что это молитва Иова, его мольба о благодати и искуплении. Вот что он пишет, цитата. «В этом месте, пред лицом Бога, что еще мы должны понимать, как не наказание Божие, которое приходит вслед за тем, что Он, взирая на грехи, взирает на грехи, от Него не уйти и никому праведнику, если не избавиться от двух вещей, которые Он называет. Об этом Иов говорит, удали от меня руку твою, и ужас твой, да не потрясет меня». Итак, в том и другом, что иное и спрашивает Иов пророческим голосом, как не времена благодати и искупления. «Ведь закон удерживал народ страхом от мщения, так что согрешивший под законом подлежал наказанию смертью. И народ Израиля служил Господа не из любви, а из-за страха. Но праведность не может стать совершенной через страх, как о том сказано голосом Иоанна. «Совершенная любовь изгоняет страх» — 1 Иоанн 4, 18. «И Павел утешает детей, усыновление говоря, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Послание к римлянам 8, 15. Итак, голосом рода человеческого, хотящего выйти из-под сурового иго закона и от страха перейти к любви, Иов умоляет Бога избавить его от двух вещей, говоря, «Удали от меня руку твою, и ужас твой, да не потрясет меня». «То есть удали от меня суровое иго, избавь от груза страха, и покуду освящает меня благодать любви, и излей на меня дух крепости. Ибо если не буду я вдали от ударов и страхов, то знаю, что не избегу строгости суда твоего. Ведь перед взором твоим не может быть праведным тот, кто служит тебе не любовью, а страхом». «Поэтому Иов ищет самого присутствия своего Создателя, словно бы такое было обычно и телесно, для того, чтобы и слышать то, чего он не ведает, и быть услышанным в том, чего он не знает». Такое интереснейшее высказывание Григория Двоеслова по этому вопросу о милости и сокрытом искуплении. 13 глава, 22-24 стих. «Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить, а ты отвечай мне, сколько у меня пороков и грехов, покажи мне беззаконие мои, грех мой, для чего скрываешь лицо твое, считаешь меня врагом». Здесь опять продолжается такая молитва Иова по отношению к Богу. «Не сорванный листок ты сокрушишь, и не сухую ли соломинку преследуешь, и ты пишешь на меня горькое, и вменяешь мне грехи юности». Это очень созвучно с Псалом Давида, 43-й Псалом, 25-й стих, «Когда Псаломопеевец Давид взывает, 25-й стих, «Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше, ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле, восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей». То есть, как Псаломопеевец Давид, так и Иов взывает к Богу о помиловании и говорит о том, 25-й, особенно 26-й стих, что все находится в руке Божией. Приводя вот этот интереснейший образ, говорит, «Не сорванный листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь, ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». То есть, Иов вспоминает все грехи своей юности. Действительно, юность такая самая, может, для многих людей безответственное время религиозной жизни человека, когда перехлёстывает эмоции, плод человеческая. Поэтому Иов говорит, может быть, что-то там, какие-то грехи юности моей. Но просит Бога и как бы говорит Бога о том, что все в руке твоей, и ты видишь, что исправление грехов юности моей, оно уже как было. То есть, он говорит как бы о своем покаянии. Что еще здесь? Ну, так можно 27-28 стих уже его рассмотреть. «И ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих, а он как гниль, распадается, как одежда, разъеденная молею». То есть, Иов здесь говорит, ты наблюдаешь силу ног моих, слова «ты наблюдаешь» означают попечение Бога, ибо мы обращаем наш взор на то, о чем заботимся. Слова же «ног моих» указывают на крепость, потому что ноги — опора. Эти слова аналогичны и корням растений. То есть, ты, обращается Иов к Богу, послал мне испытания, возложил их на меня силой и попечением. Помню, есть такие слова в Священном Писании, что Бог никакому человеку не посылает испытаний сверх того, которое он может только перенести. И каков итог всей главы 13-й? Бог поступает с Иовом, в общем-то, как строгий судья, не объявляя Иову его вины. Он прямо выносит ему тяжкий судебный приговор, не совершившему в последние годы каких-либо значительных проступков. «В меня это в вину, грех юности, то есть легкомыслие, не дает двинуться с места без боли, ставишь нодок в колоду, как мы прочитали с вами, тому, чье тело изъедено болезнью и готово распаться». Но, тем не менее, как сказано в книге пророка Иосия, 12 глава 6 стих, можно также и подытожить его словами. «Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». Во всем этом, во всех мольбе, в критике Иову своих друзей, так или иначе, мы видим, что Иов не похулил Бога. Только говорит о Боге, что, возможно, он страдает не за то, страдания, которые даны ему, не на столь должны быть велики, но, тем не менее, он так или иначе говорит и благодарит Бога и видит, что, возможно, то, в чем он согрешил, это грехи его юности. Во всех словах, в любом случае, так или иначе, мы видим, что Иов не хулит Бога, но говорит, «Наблюдаю милость и суд, и уповаю на Бога своего всегда». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok